День улыбки Подстраиваются флешмобы, всевозможные акции и мероприятия. Ну а что интересного произошло в нашем городе, смотрите сегодня в выпуске. В квитанциях наших жителей появится дополнительная строчка. В городе начнут действовать новые правила по сбору и переработке мусора. По моему мнению, сотрудник уголовного розыска это должен быть справедливый человек, который ответственный за свои решения. Десногорские оперативники отмечают столетие уголовного розыска. Держи дистанцию, ГИБДД снижает аварийность на дорогах. Я выполняла монументальную живопись. Здесь я изобразила жизнь самой художной школы. Открытие выставки работ выпускников художественной школы. А сейчас об этих и других новостях подробнее. В Смоленской области до конца года выделят 50 миллионов рублей на развитие садоводства. Как отмечают в профильном департаменте, потенциальными получателями субсидий могут стать товаропроизводители из Вележского, Новодугинского, Кордымовского, Смоленского и Ярцевского районов. Федеральное финансирование региона удалось получить благодаря многократным обращениям Минсельхоз губернатора области Алексея Островского и председателя Госдумы РФ Сергея Неверова. С 1 января 2019 года Россия переходит на новую систему утилизации и вывоза мусора. Ранее это была ответственность местного самоуправления. Теперь же это будет дело региональной власти. Подробности далее. 5 октября заместитель губернатора по Смоленской области Юрий Пучков провел совещание по вопросу вывоза и утилизации мусора в Десногорске. Новой системой обращения с отходами будут заниматься региональные операторы. На территории Смоленской области он уже выбран и с ним подписано соглашение. Как только оператор начнет выполнять все работы, вывоз мусора вынесут отдельной строкой в квитанции. Мы оплачиваем за сбор и вывоз в рамках жилищной услуги, то есть стоимость содержания и ремонта в наших квитанциях включена процедурой разбора и вывоза. С 1 января это будет отдельная строчка, новая коммунальная услуга, а соответственно стоимость жилищной услуги уменьшится именно на эту составляющую. Каким будет тариф, станет понятно в течение месяца. На данный момент он рассчитывается исходя из площади жилья. После Нового года цена будет зависеть от количества прописанных в квартире людей. 5 октября уголовному розыску исполняется 100 лет. Первое сыскное подразделение было создано в Царской России только в 1908 году. А 10 лет спустя решением НКВД было принято учредить в составе полиции специальный отдел. С тех пор ежегодно 5 октября отмечается День работника уголовного розыска. В канун профессионального праздника наша съёмочная группа побывала в этом подразделении полиции Десногорска. Уголовный розыск – одно из самых важных подразделений органов внутренних дел. Вопреки сложившемуся мнению, раскрытие преступлений – не единственное направление этого подразделения. Оперативники разыскивают не только преступников, но и тех, кто скрывается от суда и следствия, а также без вести пропавших людей. Сотрудники уголовного розыска активно работают с поднадзорными лицами, чтобы они впредь не совершали преступлений. Самыми частыми преступлениями на территории города является интернет-мошенничество, хищение велосипедов с подъездов, хищение мобильных телефонов граждан. Только в этом году сотрудниками раскрыто более 100 преступлений. Среди резонансных дел последнего времени – убийства возле 13-го общежития, задержание воров, совершивших серию краж с дачных участков, а также поимка лиц, находящихся в уголовном розыске, в том числе скрывавшихся за пределами России. На данный момент нераскрытых тяжких преступлений против личности на территории Десногорска нет. В нашем городе в отделе полиции трудятся шесть оперуполномоченных сотрудников уголовного розыска. Опер – так говорят в народе – это не просто профессия, это образ жизни. Действующий начальник Максим Сергеенков тоже начинал службу операм и выбрал эту профессию не случайно. Он пошёл по стопам отца. Сотрудником полиции я стал, потому что это семейная династия, у меня отец работал в полиции. Я сам с детства мечтал быть сыщиком и работать именно в оперативном подразделении, чтобы бороться со злом, оберегать граждан на каких-либо посягательств. Не знаю, мне хотелось справедливости. Служить в этом подразделении способен не каждый полицейский. Эту опасную работу выдерживают только сильные духом люди, способные принимать точно ответственные решения и готовые к круглосуточной работе в режиме семь дней в неделю. Проект «Комфортная городская среда» работает не только в Десногорске, но и в других городах Смоленской области. Так, в Гагарине в парке имени Фёдора Солнцева будет произведена реконструкция центральной аллеи. Это стало возможным благодаря финансовой поддержке австрийской компании, которая инвестировала в обновление парка более 5 миллионов рублей. Торжественное открытие аллеи запланировано на середину октября. В ходе церемонии компания подарит городу саженцы красного клёна, который высадят школьники и сотрудники завода. Несоблюдение дистанции – одна из наиболее частых причин столкновения автомобилей, которые двигаются в одном направлении. В целях сокращения аварий, связанных с данным нарушением, в Смоленской области сотрудники госавтоинспекции проводят с водителями профилактические беседы. Подробности смотрите далее. Одной из наиболее частых причин столкновения автомобилей является несоблюдение дистанции. Способы её расчёта зависят от нескольких факторов, о которых должен помнить каждый водитель. С наступлением осенне-зимнего сезона, конечно, сумерки наступают раньше, погода сейчас портится, дождь идёт, и в результате этого очень плохая видимость. Соответственно, необходимо соблюдать скоростной режим, вести транспортное средство с такой скоростью, чтобы можно было предупредить даже на транспортное происшествие. Халатность водителей по отношению к дистанции на дороге приводит к плачевным результатам. В целях сокращения аварий, связанных с данным нарушением, инспекторы беседуют с водителями, напоминая им о том, что чем выше скорость движения, тем большую дистанцию необходимо выдерживать. Особенно важно соблюдать расстояние между машинами в плотном транспортном потоке. При соблюдении этих рекомендаций водитель обеспечит себе полный контроль над дорогой и автомобилем и не нарушит правил дорожного движения. Сначала их учат правильно держать кисть, затем грамотно выстраивать композицию, а после писать картины маслом. Спустя года они представляют свои дипломные работы. Они – выпускники детской художественной школы. Эти картины не появились бы в выставочном зале, если бы не работа преподавателей. Они вели ребят с самого начала, с подготовительной группы и до выпуска. В этом всего 14 человек, но они смогли своими картинами заполнить весь зал. Здесь много триптихов, то есть дети сделали не по одной работе, а по три. Обычно же серии работ делают редко. Картины самые разные – это и графика, и декоративная живопись, и пейзаж, и натюрморт. Темы очень разные, совершенно разные. Есть иллюстрации к большому роману, допустим, Кристофера Павлини, к тетралогии «Эрагон». Есть композиции серьезные на социальные темы, то есть очень разные работы. Есть фантазийные совершенно работы, морские подводные фантазии, графика интересная, которую можно долго-долго рассматривать. Там очень много мелочей. То есть автор фантазировал, что-то придумывал, что-то может быть на дне в море. Ребят учили не только видеть красоту, но и создавать ее. И кем бы выпускники ни работали, они навсегда сохранят этот навык. Кстати, уже сейчас многие понимают, что свяжут свою жизнь с творчеством. Для кого-то же рисование останется просто как хобби. Я выполняла монументальную живопись. Здесь я изобразила жизнь самой художной школы, а именно самое любимое время учеников – это пленэр. Здесь ученики могут расслабиться. Кто-то может попрыгать на скакалке, кто-то может просто отдохнуть, почитав книгу. На моей работе изображена Псковская область, потому что там много моей родни. И мне очень нравится, когда при осени и храмы, и деревни. Поэтому я решила это все изобразить на картине. Я очень люблю закаты и восходы, поэтому в моей работе мне хотелось передать всю эту тишину и теплый свет, солнце и всю эту красоту природы. Подростки понимают, что занятий будет им не хватать. Многие будут продолжать рисовать дальше, вне зависимости от выбранного в будущем пути. Ирина Нурматова, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ На сегодня это вся информация. Все самое актуальное и интересное вы можете увидеть на сайте desnadefis.tv.ru С вами была Алина Сазонтова. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин